Служб такси и водителей в Алтайском крае много, однако далеко не каждый желающий смог участвовать во всероссийском конкурсе лучший водитель такси. По условиям регионального отбора таксисты должны быть официально трудоустроены или иметь ИП, водить авто не менее трех лет и к тому же без грубых нарушений ПДД. Соответствовали всем параметрам 18 человек. Изюминкой стала участница девушка. Конечно, за рулем чувствую себя отлично, очень хорошо, особенно за рулем на механике. Какие самые сложные моменты для вас? Красиво. Даже не могу сказать. Наверное, в параллельную парковку буду заезжать сложнее всего. В ходе конкурса оценивается по двум направлениям, теоретическая и практическая часть. В теоретической части идут билеты в правила дорожного движения, а также достопримечательности города и история города и края. В практической части выполнение на автодроме ряда заданий, таких как змейка, параллельная парковка, заезд в гараж. Основной оценивающий критерий стакан воды на крыше авто. Он не должен разбиться, значительно съехать и чем больше воды, тем лучше. Практические задания в этом году усложнены. Добавлена змейка с переменным шагом, а именно это не одинаковые расстояния между фишками и она удлинена. То есть, если раньше это были четыре конуса, сейчас их шесть и расстояние постоянно сужается. То есть, водителю нужно делать на это какую-то свою поправку с учетом своего профессионализма. Пройти дистанцию нужно качественно, плавно, безопасно и быстро, подчеркивает организатор. Ошибки, конечно, были, причем разные. Задета фишка будет минус один балл. Например, задевали фишки, не укладывались в положенные четыре минуты, а самая короткая поездка была у участника под номером три. Он не пристегнул ремень. За место расположения стакана плюс пять баллов. Можно выходить. Стакан на взвешивание. Что касается стакана с водой, тоже справились не все. Один из участников все же разбил его, однако восполнил потерю баллов скоростью, показав лучшее время на дистанции и вошел в тройку лидеров, которые поделили между собой призовой фонд в 30 тысяч рублей. Победителем неизменно уже в третий раз стал Александр Кузьмин, водитель с 30-летним стажем. Первый раз проще. Сейчас сложнее. Первый раз проще. Почему? А потому что никакой ответственности не было. А сейчас все, наверное, везде. Давай, 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 давай. Очень интересно подтверждать, так скажем, свои навыки. По теории еще. Это не где-то кому-то доказывать, а где-то еще кому-то доказать. Это раз. Во-вторых, это еще общение с другими водителями-таксистами. Александр Кузьмин будет представлять Алтайский край на финале конкурса профессионального мастерства среди водителей такси. Юлия Щепина, Егор Волков. День с толком.